Плохой хороший человек. Что такое плохой человек? Что такое хороший человек? На первый взгляд всем всё понятно. И все знают, что такое хороший человек. Что такое хороший человек? Ну, человек... Сейчас спросите любого, вам ответить. Ну, это человек честный. Это да. Это человек добрый. Это человек, который умеет прощать. Это человек, который понимает других. Это человек, который поступает по совести. И никто с этим спорить не будет. Да. И вроде бы всё так понятно. И вроде бы есть понятие такое, как описать его. То есть, как бы такое объёмное, большое. А с другой стороны, слов-то нет сказать. Хороший человек. От слова хорошо. Хороший человек хорошо. Добро. Хорошо – это добро. Не зря очень развито слово во флоте. Слово согласия. Когда говорят хорошо, говорят добро. Значит так, хорошо, ладно. Добро. Это... Что такое добро? Добро и зло. Добро – это любовь. Любовь – это именно свойство любви. Потому что всё, что делается хорошее, делается из любви. Не к себе любимому одному, а к людям. Если мы говорим просто сейчас о качествах человеческих. Из любви. То есть, входим в положение человека, понимаем его. А почему мы его понимаем или стараемся понять? Потому что, ну, действительно же, не монстры, мы из любви. И вот столько хочется много сказать, что такое хороший человек. А сказать, как бы всё, и вроде бы и сказал. Но в любом случае, качество хорошего человека – это качество доброты, прощения, честности, совестливости, порядочности, благородства. Это качество хорошего человека. То есть, имея эти качества, можно сразу сказать, что человек, человек, который не помнит зла. То есть, ну, я уже говорил, человек, умеющий прощать. Ну и что такое злой человек? Человек злой – это антипод. Человек, который не прощает зла. Человек, который любит в основном только себя. Человек, который живёт не по чести, не по совести. Живёт только в свою угоду, в любую ситуацию, объяснит в свою пользу. Человек, который обманывает. Человек гневливый. Поэтому человек гневливый, потому что любит только себя. В общем, плохой человек, человек, который зациклен только на себе, ищет выгоду только для себя. Во всём. Во всех отношениях, во всех плоскостях жизни. И вот, в общем-то, спроси любого человека. Ты хороший человек? Ну и большинство скажут, что, а чё, да, я хороший человек. Или, может быть, начнёт притворяться, что нет, а ткни только его, укали, и он сразу начнёт возмущаться. Что это такое, такое право, умеешь его так назвать? В общем-то, все себя считают людьми-то хорошими. А почему-то в поведении этой хорошести-то не видно. Посмотреть вокруг, оглянуться, где хорошие люди. Если там совершится хороший поступок, мы уже просто на это смотрим, как прям, ой, надо же. Кланяемся, не раскланяемся. Спасибо говорить не перестанем. Это у кого есть такое чувство, говорить спасибо, чувство благодарности. Просто даже открыть дверь перед женщиной, или женщину пропустить, или старика со старухой, или место уступить, это уже, это уже из ряда вон. Это просто скажут, ребята, надо же, какое счастье, что есть такие люди. А когда-то это было нормой. И вот, размышляем, размышляем, хороший человек, плохой человек. Считаем себя хорошими людьми, делаем плохие дела. Пытаемся все время кого-то оскорбить, пытаемся все время кому-то сделать хуже. Пытаемся кого-то унизить, сейчас, в благо, возможности большие, раньше за это на дуэль вызывали, или морду били. А теперь это, в общем-то, безнаказанно происходит. А почему человек оскорбляет другого человека? Почему человек, особенно, кому-то рассказывает какие-то гадости, даже несуществующие, или там вымышленные совершенно абсолютно. А для чего это делается? Ну, унижая других, человек пытается превознести себя. Бывает, это вообще часто не нужно никому, но человек почему-то других путей достижения какого-то успеха, может быть, или известности, или авторитета какого-то у человека нет. Он начинает нашептывать несуществующие вещи про кого-то, говорит унизительные слова, а тем самым себя, по крайней мере, даже если он подметке не годится, но, тем не менее, он, этот тухлый душок, пытается запустить с гнильцой вот это вот, чтобы остальные люди видели в нем как бы, ну, по крайней мере, как какого-то секрета носителя, что ли. И он начинает, чтобы он, ну, какого-то слушать, прислушиваются к нему, слушают. Когда человек говорит о какой-нибудь гадости, большинство людей, потому что мы гнилостные в ноту, внутри все, мы начинаем слушать. Это как вот те же самые бабки на завалинке раньше в деревнях, потом подъездов сейчас, это вот сплетники и сплетницы. Это большинство людей склонны к этому. Все сидят, и этот тухляк любят перебирать, ну, потому что больше нечем выделиться, способностей нет.